dvhub.ru Меня зовут Браченко Елизавета, мне 18 лет, живу в городе Хабаровске. На данный момент учусь в Дальневосточном институте управления, занимаюсь волонтерством уже долгое время, и также решила попробовать для себя такое новое направление, это конкурс красоты Мисс Дальний Восток. Прошла весь конкурс, длился он в течение месяца, были разные этапы, благотворительный, спортивный, также фотосессия была, и завершение сам конкурс. Проходки, дефилеточные, разные одежды, и финал, где жюри приняли решение, объявили самую единственную Мисс Дальнего Востока. Волонтерством я начала заниматься 3 года назад. Начала как раз с чемпионата мира по хикею с мячом, и после этого большого события не только событийным волонтерством занималась, но и разными сферами. Детям, где в дом ходили, где-то на мелких мероприятиях помогали, работали. Ну и также все-таки крупные события обязательно случались. После чемпионата мира по хикею с мячом в 2015 году у нас появился волонтерский центр, называется «Наш резерв». И вот эта большая группа людей как раз и принимает участие во всех мероприятиях, крупных и не очень. Но когда очень уж масштабное событие, как чемпионат мира по хикею с мячом, там уже везде публикуются записи, где призывают поучаствовать в таком событии масштабном. Вот она и такая юная, но несмотря на это она уже участвовала во многих мероприятиях. Все равно я считаю, что там красивый человек, гармоничный человек, он нравится и себе, и другим, и поэтому, наверное, у нее получается налаживать контакты со многими людьми и достигать какого-то результата. Поэтому я считаю, что все сложилось, как такой пазл, очень хорошо. Ты сама хотела, да? Играла немножечко, вот так просто с клюшкой, с мячиком. А так наблюдала в основном за пазлой. А ты же папа хоккеиста, расскажи, понял. Рассказать могу то, что я им очень горжусь и очень здорово на примере прошлого чемпионата мира по хикею с мячом, что мы работаем в одной сфере. Он очень углубленно, а я поверхностно, но мы все равно вместе, и это очень здорово. Брат Ченка Вячеслав Валерьевич. Папа Лизы. Игрок сборной Беларуси по хоккей с мячом. С 9 лет я впервые пришел на стадион, еще тогда такая команда была, как Скаха Барас на стадионе Ленина. И впервые попав, я захотел быть в этой команде. В дальнейшем продолжил свою карьеру в первой лиге российской. И поступали приглашения с команды высшей лиги, ну, первой лиги и высшей лиги. Где-то успел поиграть, и Мурман съездил, и приглашения были на сборы, и там команды суперлиги. И участвуя в одном из финалов, в Мурманске проходил, в составе команды «Восток» Арсеньев, стал лучшим игроком на этом финале, лучшим бомбардиром, и от руководства Беларуси поступило предложение выступать за их сборную. Была такая ситуация, я тренером работал, и была команда девочек, я организовал. Лиза была со мной в лагере с этой группой, в спортивном. Мы жили вместе, она тренировалась, занималась. Но я думаю, что я ей никогда не прививал интерес именно хоккей с мячом, потому что она всегда самостоятельная. Я думаю, что любой ребенок должен сам выбирать, что ему нравится, и он должен говорить. Я очень много лет, с 4-5 лет занималась танцами. И все вот это вот время, до 18 лет, до экзаменов, я занималась танцами, пробовала себя в разных направлениях. И вот этот год, пауза, потому что экзамены были, потому что вот разъезды на Всемирный фестиваль молодежи студентов, сейчас конкурс был, и готовимся к чемпионату мероприятий с мячом. Поэтому, к сожалению, танцы пока что приостановлены, но я очень люблю. Я, кстати, попрошу тебя продолжить эту фразу. Что для тебя русский хоккей? Для меня русский хоккей, это для начала, это семья, потому что он уже сроднился очень сильно. Ведь прошел целый чемпионат мира по хоккею с мячом, а также у меня папа хоккеист. А также русский хоккей, это очень жарко, интересно и круто. ДВХАП.РУ